Здравствуйте, ребят! С вами Валерий Бовсыновский. Появился у нас еще один человек, который вот серьезно занимается джанго. И, в принципе, давайте я адресую этому парню, Виталию Степанову. Скорее всего, он немножко уже начал торопиться, но в этом нет ничего плохого. Итак, Виталий и другие ребята, которые смотрят. Вот смотрите, джанго сложно дается, потому что неверно изучаем. Это единственная причина, почему не дается джанго. Я даже на странице оплаты, кстати, сайт spb.retout.ru, привел пример. То есть на основе URL, то есть как это изучается. Теперь заострю на это внимание в течение короткого времени. Если вы открываете, допустим, книгу, начинаете изучать и просто пишете приложение, результата никакого не будет. По одной простой причине, что вы пишете и у вас работает. Вы порадовались, но понимания нет. Почему? Потому что первое, что надо в джанго понять, что мы в голове должны связать следующее. Это модель, представление, URL, template, forms. То есть иными словами. Все это мы изучаем. Но есть вещи, которые должны быть отточены сразу. Это две вещи. Если модель довольно проста, то вещи такие, как URLs и представления, а на классах представления в джанго довольно просты, должны быть отточены. Почему? Есть несколько причин. Здесь есть два понятия. Каким образом отточены? И второе понятие. Порядок работы. Сначала скажу первое. Вот первое. Ребят, смотрите. Вот мы в школе пишем сайт. Вот мы пишем сайт. Вот мы пишем сайт. Пишем его спокойно. То есть делаем, делаем. Вы дизайн красивый свой сделаете. Я чисто для примера делаю. Но перед тем, как начать писать сайт, здесь довольно много урока в начале. То есть смотрим. Вход в джанго. И вот где я заострил внимание. Слак, ID, Namespace, ListView. То есть те вещи, которые предшествуют. Теперь я хочу заострить ваше внимание всего на двух вещах, чтобы вы поняли. Берем пример URL. До того, как вы начинаете писать сайты, как мы, чтобы вам было легче. Я так же тупил. Я тупее вас, скажу вам честно. Поэтому у вас точно получится. Так вот. Смотрите. Есть всего четыре варианта основных вызова URL. Что надо сделать? Надо всего лишь их оттренировать. Для того, чтобы их оттренировать, нам не надо полноценный сайт. Нам надо простенькая модель, простенькое представление с одной строчки. Простенький URL, простенькие темплейт. В чем заключается работа? Мы вроде бы шлифуем URL. А ведь URL это то, один из моментов, то, чем мы потом начинаем рассуждать. Ведь есть же вопрос. А как я выведу URL? От этого зависит, например, а что буду я прописывать в модели? Буду ли я использовать, допустим, getAbsoluteURL? И вообще, что это такое? Почему я его буду использовать? То есть, вы можете себе объяснить? Если не можете, пишем галочку. Не могу разобраться. Дальше. Смотрите, на самом деле, что здесь цепляется. Когда мы начинаем работать с URL, мы начинаем встречаться с вариантами. ПК. Ага, оказывается, ПК связан с моделью. Каждая запись имеет свой ID, то есть, свой номер. Просто со стороны Жанга это называется первичный ключ. То есть, на самом деле, наслаивается конкретное количество знаний. Итак, вот в школе мы это и делаем. Только вопрос, опять, смотрите, я так понимаю, что Виталя просто до этого еще не дошел. Поэтому, Виталий, говорю, вот дойдете, где мы работаем с URL. Первая задача, прежде чем дальше писать сайт, вы четыре вот этих вещи. Slack, это слово все знают по ID, по namespace, по get, absolute и URL, должны разобрать. Кроме этого, вам необходимо еще научиться делать две вещи. Вот это все называется, назовем, система работы с кодом. Это вот чуть позже. Я систему работы с кодом сейчас рассмотрю с двух вещей. Что делать конкретно, да, в данном случае, и как поступать. Ну, немножко не так вырвался, но поймете. То есть, наши действия по порядку, и что мы должны видеть. Вот это проще. Видите, мы должны связь, да, как я говорил уже ранее, между моделью, представлением URLs и темплейт. Так вот, вот эти все вещи, они отличаются и порядком написания, и порядком действия. Теперь, Виталий, смотрите. Вот вы дошли. У вас есть два варианта дальнейшего изучения джанга. Итак, как все, читаем книгу, и там написано, например, сейчас мы будем писать, пишем URL. Этот URL делает то-то, то-то, то-то. Вопрос. Вот он делает то-то, а вам что до этого? Да ничего вам до этого. Потому что, если вы не можете, Виталий, ответить себе на вопрос, чем отличается Slack от GetAbsolute URL и способ работы, то вопрос, как вы собираетесь это применять? По шаблону, так это делает большинство, от этого писать не будем. Наверное, есть какие-то отличия. Вот вы их будете выяснять, мы о них говорим. Все это есть в документации. Давайте теперь посмотрим со стороны системы работы с кодом. Значит-то, первое, вот при изучении вы делаете шаблонами что-то. Первое, я всегда учу в школе. Ребята, идите от исключений. Не надо с глазами, как урака, носиться неделю, пытаться найти вариант в Google. Ага, ура, через неделю заработало. Как оно заработало, а хрен его знает. Нет, так не надо делать. Вот у вас есть рабочая модель. Вот, допустим, вот у вас есть URL. Убираем. Запускаем. И должны получить исключения. Изучаем. Вначале эти исключения будут довольно сложны. Почему? Потому что ничего не бросается в глаза. Каша. На самом деле, для вас самое важное на первом этапе сделать следующее. Локализация исключения. То есть, если мы берем те вещи несколько, это модель, представление, URL, темплейт, форум, где из каких из этих вещей, где из этих, локализация исключения. Потому что, вот так, как здесь вот халява, да, в данном случае, в данном случае четко виден шаблон, то есть, понятно, что ошибка, вот смотрите, у нас же сейчас исключение где? Исключение у нас в шаблоне, да? Но ведь ошибка-то не там. На самом деле, если бы мы немножко привыкли, да, то здесь четко пишется, вот оно, user post list и name, да, то есть, сразу бы увидели. Но это сразу не просматривается. Поэтому надо идти от исключений. Со временем, если так делать, вы к ним привыкнете. Это первое. Второе правильное действие. Работа с документацией. Ваша задача была, Виталий, не гадать там что-то, а сначала пойти в документацию, как я учу постоянно. Если бы мы ввели даже самое простое, открыли наш URL и ввели самое простое. Ну, например. Патч джанга. То стабильно, что мы бы потихонечку довольно быстро нашли. И теперь вот начинается интересная вещь. Пришел джанга и забыл Python. Или не знал. Подождите. Берем патч. Что это? Это функция. Когда я говорил, будет внизу еще ссылка на вот эти уроки, видео крутые, да? Где я собрал, вот где ребята реально пишут. И почему они пишут? Видеокрутой Python. Чтобы для прорыва в мозгах. Вот результаты. Посмотрите, да? Теперь давайте вот сюда пройдем. Вот наша функция. Ой. Вот функция. Просто в данном случае в джанга она пишется как обычная функция, как вызывается. То есть, не так. Здесь нету того, что есть, как мы привыкли. Дев. Но ведь это же реально в джанга вызывать так функции. Просто мы не все знаем о функциях. А что я говорил, с чего нам начинать? Функции. Так что здесь не то? Смотрите. Это то же самое. Переменная. Переменная вторая. Дальше. Именованный параметр, который требует передачи именованного аргумента, необязательного. То есть, что здесь? Любые именованные аргументы могут передаться. Написано Quark. Все очень понятно. И дальше. Name. Вот ваш name, который был у вас в Италии. Нету его еще. Да? Просто его не существует. То есть, хотим применяем, хотим нет. Иными словами, парам ноны и парам 2. ноны. То есть, абсолютно то же самое. Здесь могло бы быть. DevPatch. И далее пошло расписываться, что что делает. Где вот эти знания делись? Просто привыкните. Первое. Зашли в документацию. Ваша задача, первое, зайти в документацию. Что смотреть? Правильно. Это функция. Здесь мы должны посмотреть 4 вещи. И открыть потом наш URL. Обязательный. Первый. Позиционный. Мы же изучали функции. Виталь. И если не изучали функции, то марш изучать. Чтоб отлетало. И если у вас задержка 0,05 десятитысячных миллисекунды. И вы не прочитали, что это. Бестолку. Какой профессионализм? Никакого профессионализа не будет. Взглянули, прочитали. Первый у нас обязательный параметр, который требует передачи обязательного аргумента. Что? Роуты. Путь. Ну логично. Как мы зайдем на сайт, если у нас пути нет? Открываем сразу. Смотрим. А что-то знакомое видим или нет? Да все знакомо на самом деле. Вот оно. Далее. Вьюха. Обязательно. Представление. Как мы будем что-то делать, если мы не... Именно представление управляет. Вот оно есть. Здесь в виде класса. Далее. Здесь же, если мы подойдем в URL-диспетчер, вторую документацию, которую мы откроем. Вот он. То мы здесь увидим, на самом деле, что здесь могут передаваться совершенно разные вещи. Ну вот, например. Вот. То есть, все что угодно может передаваться. Но. Какое требование у документации? Где она делась? Секунду. Любые. Их просто нет. Но любые именованные параметры, которые требуют передачи любых, значит, аргументов. Они не обязательно. И name не обязательно. Вот оно name. Что это? Это обычное, считайте, переменное. Не больше. Не меньше. Просто переменное. Дело здесь, я вам писал, довольно просто. Тогда мы можем менять любой URL. Но так как передана сама переменная, то мы можем поменять адрес сайта. Но переменная всегда будет передаваться правильно. Поэтому мы используем name. Очень коротко. Я показал, что имеет значение система работы кода, которая, ну вот в данном видео я изобразил в три пункта. Что перед вами, да? Потому что ранее, помните, я говорил, мы идем от исключений. Сначала мы должны понять, что перед вами. Потом посмотреть документацию. Перевести эту документацию на язык Python. Ведь она написана на языке Python и по его законам. И понять, что там происходит. И заканчивая. Итак, когда есть успех при изучении Джанго? При изучении Джанго есть успех, когда мы ключевые вещи, такие как URL, изучаем. Да, на это уйдет, пусть, две недели. Две недели. Но раз и навсегда. Что вы выбираете? Постоянно лазить по Google, искать на сайте переполнения стека исключения. Ну, типа открываем и ищем. Так делают большинство. И при этом в большинстве своем не понимает, что они ищут. Заработало, ура. По крайней мере, если вы будете искать, когда вы изучите, у вас будет четкое представление, что вы еще не допетрили. Но я на процентов 80, для новичка пусть на 70, потому что там немножко опыта надо. Если мы начинаем поступать, идем от документации, четко понимаем, что у нас передано. Изучаем URL-диспетчер. Здесь есть конкретные примеры. И при этом можем себе описать, что есть что. То исключение, как правило, правится моментально. Да, потребуется время, чтобы к ним привыкнуть. Поэтому я сказал, идите от исключений. Все это идти надо таким образом, чтобы создали исключение и исправили. Создали, исправили. Исключение это ваше спасение, то как раз таки, а не наоборот. Итак, заканчиваю. Когда мы изучили всего 4 вида, нам им хватит на любые, на проекты любой сложности. Все остальное там можно записать, приписать. Но смысл 4 вещи. По Slack, по ID, по Namespace, по GetAbsolute URL. Все, этих вещей нам достаточно. Если мы затратили 2 недели и разобрались, это у нас тема отвалилась. Дальше нам совершенно просто, совершенно просто работать с любым представлением. При этом, ваше внимание будет далее перемещаться на другие вещи. То есть, изучили URL, разобрались. Потому что при изучении URL, как ни крутите, мы будем вынуждены, что делать правильно, работать конкретно с шаблоном. Самим шаблоном, вот, с тегами шаблона. И для того, чтобы изучить, как я говорил ранее, нам не надо сложные шаблоны. Это будет одна строка. Нам надо понять смысл и принцип. И чем это все различается. Но сразу становится на места. Потом, получается, когда мы изучаем URL, таким или иным образом, изучая URL, мы уже смотрим и шаблон, и то же представление. И та же модель, когда, допустим, это касается get-absolute-URL. То есть, опять у нас получается всегда связь есть. И если так поделить, то изучить, то надо не так много вещей базовых. Модель, представление, URL, template, form. Все. Если мы основные вещи изучим, все остальное легко дочитывается в документации по ходу. Все, ребят. Ну, и то, что Виталий писал, да, он разобрался. Молодец. Тут, значит, за стремление 5, за объяснение кол с минусом, и за порядок работы кол с двумя минусами. Ну, отсюда и надо начать. А что ж вы хотели? Я понимаю, что вам хочется быстрее, что вы рветесь в бой. Но кроме этого, давайте как-то систематизировать. Ну, вижу, вижу, что стараетесь, вот судя. Так что, молодец. Молодец, но все еще впереди. Поэтому, главный совет, Виталя, вам такой. Сейчас брали шаблоны, вот дойдете, то есть URL, и вот это, поэтому вы должны все знать. Где, как применяется, чем отличается, и самое интересное, система работы с кодом. То есть, порядок работы, и еще до исключения, при исключении, у вас должен быть порядок работы. Это и есть система работы с кодом. Вот этот порядок, который есть у большинства, глаза как у рака, ой, быстрее в гугл, и одно действие, ищем дрожащими руками, что, почему не работает, это не система работы с кодом. Это просто, грубо говоря, копирование какого-то куска кода, без понятия, себе. А разбираться-то вам надо, и это намного приятнее. Все получится. Спасибо за доверие. Ну, молодец.